Студенты 11 класса сегодня испытывают волнение ничуть не меньшее, чем первоклашки. Выстроившись парами, они заходят в чужую школу, где в течение трех часов будут писать свой первый ЕГЭ по русскому языку. С сотовым телефоном вход в школу заказан. Все устройства связи отправляются в пакет сопровождающего учителя, которого, кстати, в здание не пустят. Вход только по пропускам. Регистрация уже началась. Пожалуйста, Саша, проходи. Смелее, 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 смелее. Так, все, пошли, пошли, пошли. По словам самих выпускников, ЕГЭ по русскому языку экзамен непростой. У многих панический страх вызывает часть С – бояться не раскрыть проблему. Потому что, ну, может быть, легкий или сложный вариант. Готовились, но все равно какое-то волнение есть. Ну, а к чему готовились? Ну, к высоким баллам, конечно же. Ну, и к армии немного. То есть вы собираетесь парами? Нет, ну, на крайняк если нужно придется... Морально к армии? Морально, да. Часть С самая сложная, потому что в проблемы не попадаешь и все. По русскому, естественно, устные, конечно же. А по другим предметам все-таки тест будет, наверное, правильнее. Как надеетесь стать ЕГЭ? На троечку. А поступать? Поступать. Ну, или на платный, или на бесплатный. ЕГЭ проводится уже не первый год, но тест до сих пор не заслужил полного доверия населения. Поэтому за ходом экзаменом следят общественные наблюдатели. Это, как правило, родители, но ни в коем случае не выпускников. В Тверской области в этом году зарегистрировано около 800 наблюдателей. На каждом пункте дежурит до 10 человек. Соблазн воспользоваться случайно принесенной шпаргалкой сводится на нет. Если ребенку просто надо выйти, он подходит, кладет на стол организатора свою работу, со своего стола на стол организатора, его один из сопровождающих уводит в коридор, в коридоре есть дежурный, который его провожает до туалета. Впереди у школьников обязательный экзамен по математике и череда ЕГЭ по узким предметам. Из года в год предпочтения будущих студентов Верхневолжья распределяются следующим образом. Первое место традиционно занимает общество знания, на втором месте физика, а затем это биология. Ну, как бы наименьшее количество участников, как всегда, это и КТ информатика, и иностранные языки. В памяти школьники и родители держат несколько главных цифр. Чтобы сдать ЕГЭ, нужно преодолеть порог в 36 баллов по русскому языку и 24 по математике. Подать апелляцию можно в течение двух дней после объявления результатов ЕГЭ. Если результаты будут хорошими, то в университеты можно отправить не больше 15 заявлений на поступление.